Всем привет, друзья! Добро пожаловать на мой канал! И я надеюсь, что у вас всё хорошо, даже несмотря на то, что сейчас карантин. Но, с другой стороны, знаете, мне кажется, даже большим плюсом этого карантина является то, что у меня есть время чаще записывать эти видео. И даже несмотря на всю эту социальную дистанцию, которая сейчас между всеми нами, то, что мы не можем другом общаться, что мы не можем даже выходить из дома, мне кажется то, что YouTube в этот момент действительно помогает нам быть ближе друг к другу. В этом видео я хотел бы поговорить о том, как я учил английский язык, и я хотел бы поговорить о сериалах, которые я смотрел для того, чтобы конкретно выучить английский язык. Я начинал учить английский язык с того, что я пошёл на английские курсы, и действительно мне это очень помогло улучшить мой английский, то есть я улучшил свой словарный запас, я наконец-то начал понимать всю эту грамматику, но у меня всё-таки оставалась очень большая проблема, что я не мог понимать английскую речь. То есть я еле разговаривал, потому что даже если у тебя есть какой-то словарный запас, даже ты знаешь грамматику, всё равно как-то для меня было тяжело начать разговаривать. И я уже молчал о том, что я вообще не понимал ничего, когда мне что-то там говорили, когда я пытался с кем-то говорить по-английски, я вообще ничего не понимал. И поэтому я нашёл сайт, на котором писалось, что попробуйте посмотреть сериалы на английском с русскими субтитрами. И я подумал, блин, а почему бы и нет? И в то время я смотрел сериал, он назывался «Волчонок», по-моему. Ну, короче, это типа жанр фантастика смешана с хоррором. И я был на втором сезоне, я решил посмотреть третий на английском с русскими субтитрами. Честно говоря, я вообще ничего не понял. Я посмотрел целый сезон, я нифига не понял, даже то, что там были типа русские субтитры, я не успевал быстро читать, мне было непонятно. Поэтому даже после этого я пересмотрел этот же сезон на русском языке полностью без никаких вообще субтитров. Но в итоге получилось так, что через буквально несколько сериалов меня действительно так затянуло смотреть сериалы на английском с русскими субтитрами. Что я решил после этого даже смотреть сериалы на английском с английскими субтитрами, чтобы мне было намного уже легче учить английский язык. Я помню, что в то время я смотрел очень много видео от разных блогеров, которые говорили то, что лучше всего начинать смотреть английские сериалы с ситкомов, то есть с жанра комедии, то есть вы будете понимать английский, там английский намного лучше, чем в других жанрах. Скажу честно, я пытался смотреть сериал, друзья, я обожаю этот сериал, он действительно очень прикольный, но я не люблю комедии, я не люблю ситкомы, я никогда не смеюсь с никаких шуток, которые идут в разных фильмах. Я не говорю, что я зануда, ну типа я достаточно, я считаю, что у меня хорошее чувство юмора, но для меня просто я ненавижу сериалы этого жанра, поэтому если вы будете начинать смотреть какие-то сериалы, обязательно начинайте смотреть их с жанра, который вам нравится, и обязательно выбирайте сериал не для того, чтобы смотреть его на английском языке, а просто выбирайте сериал, который вы хотите просто посмотреть, даже несмотря на то, что это будет русский или английский язык, выбирайте тот жанр, который вам действительно по душе. И тогда вы сможете смотреть очень много серий, вы сможете смотреть все эти сезоны подряд, и только тогда, когда вы посмотрите, может, три сериала по шесть сезонам в каждый, тогда, мне кажется, вы уже начнёте лучше понимать английскую речь. То есть, не будет такого, что вы посмотрели одну серию на английском, суркими субтитрами, и вы уже такие, о господи, я у меня говорю по-английски, и я понимаю американскую речь. Нет, такого, конечно, не будет, это всё время, это всё нереальный труд, и это всё усидчивость, так что обязательно смотрите сериалы, которые вам нравятся. Большим плюсом этого метода является то, что когда вы изучаете английский на курсах, вы учите слово за словом, то есть, как бы вы улучшаете свой словарный запас. Но, тем не менее, если вы знаете слово swim, там, river, ещё что-то, вы всё равно не сможете сформулировать нормальное предложение. И плюс того, что вы будете смотреть сериалы, это в том, что вы будете запоминать английскую речь не словами, а вы будете запоминать её предложениями. То есть, у вас будет откладываться каждый раз в голове формула предложения, как правильно сказать, как правильно... Может, вы даже можете не понимать, что вы пользуетесь present continuous, может, вы даже не будете понимать, что вы пользуетесь там passive voice-ами. Но вы всё-таки будете лучше понимать, у вас в памяти это всё будет откладываться. Так что потом, когда вы пойдёте на курсы, и вы, допустим, будете изучать passive voice, у вас уже будет что-то в голове, типа, отложено, и вы будете говорить, «А, я уже это слышал, то есть, как бы для меня это уже знакомо», и вам будет легче так изучать новый материал. Я знаю, что я загорелся, потому что видео называется «Сериалы, по которым я выучил английский язык», и сейчас я хотел бы перейти к этим сериалам, и сразу же скажу. То есть вам не обязательно смотреть все эти сериалы, это просто мои рекомендации, это сериалы, которые я действительно смотрел, когда учил английский язык, и мне это действительно помогло. И перед тем, как начать говорить о сериалах, я хотел бы просто упомянуть, что все эти сериалы есть на Netflix, так что если вы используете Netflix, я не знаю, насколько он популярен в Украине, в России и в остальных странах СНГ, в Америке он действительно очень популярный, так что я бы сильно вам посоветовал бы начать просто с того, что вы подпишетесь на Netflix, там тоже вы можете смотреть сериалы на английском с английскими субтитрами, там нету функции на английском с русскими субтитрами. И первый сериал – это «Американская история ужасов», который состоит из девяти сезонов. Это сериал в жанре ужасы, в котором каждый сезон задуман как мини-сериал, и одни и те же актеры играют разные роли и разных персонажей в каждом сезоне. Особенностью этого сериала является то, что создатели вдохновлялись реальными историями и легендами, что делает этот сериал действительно намного страшнее. Я действительно нереально обожаю сериалы в жанре хоррор, и мне понравилась эта идея, что в каждом сезоне мы видим разную историю, но ваши любимые актеры играют разные роли. То есть как бы у актеров есть возможность переплачаться в каждом сезоне, играть новую роль, показывать часть себя, которую мы до этого не видели, и мне кажется, это действительно классная идея. Я не знаю других сериалов в таком же самом жанре, мне кажется, таких сериалов даже нет. То есть этот сериал действительно уникален, и если вы любите ужастики, это просто идеальный для вас сериал. И первый сезон этого сериала называется «Дом убийца», второй сезон «Психбольница», третий сезон «Шабаш», четвертый сезон «Фрикшоу», пятый сезон «Отель» с Леди Гагой, шестой сезон «Ран Рок», седьмой сезон «Культ», восьмой сезон «Апокалипсис» и девятый, самый последний сезон называется «1984». И вообще особенностью этого сериала является то, что вы можете даже не начинать смотреть его с первого сезона, вы можете начать его смотреть хотя бы с третьего, с пятого, десятого сезона. Я начал смотреть сериал со второго сезона, потом после этого я посмотрел третий сезон, четвертый я не смог смотреть, четвертый сезон «Фрикшоу» действительно. Кто его смотрел, кто меня понимает, мне кажется, он немножко противный, и я его не смотрел. Пятый сезон очень красивый, он с Леди Гагой, он про вампиров, он настолько просто шикарно сделан на таком высоком, дорогом голливудском уровне, что действительно я не мог просто отрывать взгляд от Леди Гаги и вообще от этого пятого сезона. Так что я бы действительно рекомендовал этот сериал, он действительно очень классный и интересный, и я думаю, что он понравится многим из вас. Второй сериал, который я хотел бы вам порекомендовать, называется «Каса де Папель» или «Бумажный дом». Это испанский сериал, который состоит из четырех сезонов и является одним из самых популярных сериалов на Netflix. Сериал снят в жанре криминальной драмы, точнее фильма-ограбления. Сюжет сериала основан на группе профессиональных преступников, которые решили ограблять банк. Этот сериал является абсолютно путеводителем по тому, как правильно ограбить банк, включая подготовку, ссоры между героями, всякие там интриги и о том вообще, как правильно ограбить банк и остаться непойманным. Опять-таки, этот сериал очень красиво снят и мне нравится игра актеров. Все актеры очень талантливые. И действительно, когда ты смотришь сериал, я, наверное... Ну, я редко, когда плачу, когда смотрю сериалы, но я, наверное, пару раз плакал и действительно, я сидел и так делал. Потому что, действительно, из-за невероятной игры актеров ты веришь в реальность того, что происходит. На третьем месте сериал «Straging Things» или почему-то на русский язык вы перевели «Очень странные дела», который состоит из трех сезонов и в скором времени ожидается выход четвертого сезона. Этот сериал относится к научно-фантастическому жанру с элементами хоррора. Действия этого сериала разворачиваются в 1980-х годах в маленьком американском городке. Весь сериал овеян мистической атмосферой и секретностью, и я иногда даже не понимал, что вообще происходит. У этого сериала достаточно высокие оценки от зрителей из-за невероятной актерской игры и атмосферности эпохи 80-х. Четвертый месяц сериала от компании CW, а именно сериалы «Riverdale», который состоит из четырех сезонов, «Сверхъестественное», который состоит из пятнадцати сезонов, «Флэш», который состоит из шести сезонов, «Стрела», который состоит из восьми сезонов, «Дневники вампиров», который состоит также из восьми сезонов, «Первородные», который состоит из пяти сезонов, и мне очень нравится сериал «Я зомби», который состоит из пяти сезонов. Я посмотрел все эти сериалы, покажем в сериале, есть что-то особенное. То есть в «Riverdale» мне нравится то, что он такой достаточно современный, такой тинейджерский, нереально крутой. Мой самый любимый сериал, который я посмотрел, «Сверхъестественное». Мне нравится то, что там история двух братьев, которые путешествуют на старой импале по Америке, борются всякими призраками, всякими монстрами, при этом спасают мир, жертвуют собой в каждом сезоне. То есть, не знаю, когда я смотрел этот сериал, я начал смотреть, наверное, когда мне было лет 15, и действительно я подсел, потому что я обожаю хоррор, я обожаю фантастику. Даже несмотря на то, что у сериала 15 сезонов, я не знаю как, но создатели и продюсеры этого сериала нашли форму для того, чтобы все-таки хранить этот сериал настолько популярным, настолько интересным, даже несмотря на то, что там уже все герои родились, умерли, воскресли, я там не знаю, что с ними случилось, но тем не менее, все равно они как-то каждый раз подбирают сюжет, что тебе действительно хочется продолжать смотреть этот сериал, даже несмотря на то, что 15 сезонов, это много для сериала. На пятом месте сериал под названием Chilling Adventures of Sabrina, или по-русски Леденящую душу приключения Сабрины, в котором уже вышло целых 3 сезона. Я уверен, что каждый на 10 смотрел сериал приключения маленькой ведьмы Сабрины с нереально крутым говорящим котом Салемом, но Леденящую душу приключения Сабрины это ремейк этого же сериала с нашего детства, только в более готическом и что ли устрашающем стиле. Наверное, бриллиантом этого сериала является актриса, которая играет Сабрину, а именно ее зовут Кирнан Шибки, и мне также нравятся герои второго плана, которые были нереально круто раскрыты создателями этого сериала. Также в этом сериале мне еще очень нравится то, что в оригинальной версии очень многие актеры говорят на английском с британским акцентом, поэтому если вы не знаете разницу между американским и британским английским, для вас, мне кажется, будет очень полезно посмотреть и послушать разницу. Честно говоря, иногда, когда я слышу британский акцент, я не понимаю, о чем говорят люди, потому что действительно разница очень большая, и мне кажется, что если у вас будет на курсах, если вы будете ходить на курсы, у вас будут варианты выбрать между американским английским и британским английским, лучше идти учить американский английский только потому, что это намного легче. И опять-таки, все эти сериалы, это чисто мои рекомендации, вы можете смотреть абсолютно разные сериалы, которые вам нравятся, но самое главное, чтобы они действительно вам нравились, и вы смогли просмотреть бы весь эпизод от первой секунды до последней секунды просто на расслабончике, чтобы вам было действительно интересно и приятно это смотреть. И также я еще хотел порекомендовать несколько сайтов, которые я нашел, они называются englishfilms.com, на котором вы можете смотреть сериалы на английском с русскими субтитрами, на английском с английскими субтитрами, и чисто на английском без субтитров. Второй сайт называется lilang.ru, и третий сайт называется isubsmovies.com. И это не обязательно смотреть на сайте, мне очень жалко, что я не помню тот веб-сайт, на котором я смотрел сериалы на английском с русскими субтитрами, к сожалению, я его не смог нигде найти, но вы просто можете написать это онлайн в гугле или в яндексе, в поиске то, что как бы смотреть сериалы на английском с русскими субтитрами, на английском с английскими субтитрами. Я думаю, что вы действительно можете найти очень много бесплатных сайтов по этому поиску. И на этом мое видео подошло к концу. Большое спасибо за просмотр. И опять-таки, если вам понравилось это видео, то обязательно поставьте свой лайк. И я жду, что вы взяли, подписались снизу. Просто нажмите на эту кнопочку сабскрайб или подписаться. Чтобы помогать моему каналу развиваться и чтобы я все-таки действительно мог снимать все больше и больше видео. Опять-таки, большое спасибо за вашу поддержку. Я надеюсь, что у вас все хорошо во время этого карантина. И я желаю нам всем скоро выйти из карантина и всем просто вернуться к той жизни, которая у нас раньше была. И опять-таки, друзья, я вас очень сильно люблю. Целую и обнимаю. Ваш Алекс. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok